добрый вечер дорогие телезрители на календаре у нас 4 ноября пятница против телезрителей сегодня будет играть команда фарида рзаева координатор проектов рауф гасанов преподаватель сеймура гаев веб-разработчик марк гаузер инженер гюльдана и даят ли пиар-менеджер анвар мамедов специалист по планированию проектов фарид рзаев капитан команды внимание против команды фарида рзаева сегодня будут играть 13 телезрителей андрей переварюха санкт-петербург висмонтас букаускас вильнюс андрей шелик солигорск два телезрителя в секторе блиц галина андронова екатеринбург андрей иванов киев юлия шибека минск василий станчук брест николай филимонов совет алексей кудрявцев витебск ирина гуляева химки галина грещенкова черновцы и так телезрители против знатоков последней отборочной игре осенней серии как и всегда играем до 6 очков счет у нас пока 00 и мы начинаем первый раунд добрый вечер уважаемые знатоки добрый вечер господин за добрый вечер господин ведущий пари чтобы возглавить рейтинг клуба вам необходимо сегодня выиграть со счетом 61 победа с любым другим счетом позволит вам занять вторую позицию рейтинга если проиграете то потеряете шесть кредитов но все еще у вас останутся шансы сыграть в этом году потому что останется у вас четыре кредита фарит это больше чем у команды аскерова и скендеровой и мусаев но лучше побеждать удачи вам спасибо господин ведущий вильнюс против вас господин рзаев в первом раунде будет играть висмантас букаускас кстати этот вопрос был на игровом столе неделю назад но волчок его не выбрал господин гасанов автор книги крестный отец марио пьюза дважды был удостоен оскара за фильмы крестный отец и крестный отец 2 в одном из своих интервью он рассказал о покупке которую совершил после получения второй награды внимание вопрос что же купил марио пьюза время господин ведущий мы готовы отвечать на этот вопрос ответит рауф гасанов да господин гасанов господин ведущий он купил книгу как писать сценарий и в этой книге первая фраза была как раз таки посмотреть достоин дважды оскара за сценарий да да вот такая уникальная история а потом решил купить книгу как писать сценарий да господин мусаев я думаю для вашей команды не составило труда придумать эту версию да кто же его знает нет не успели догадаться 1-0 пользу знаток не выбрал волчок этот вопрос не сложный вопрос неделю назад зато выбрал его сегодня для команды фарида рзаева интересы телезрителей в играх нашего клуба защищает гюнель мавлиярова представительницы капитал банка добрый вечер скажите можно уже начать об этом говорить четыре игры отборочные позади сегодня пятая отборочная игра какую из команд клуба вы считаете главным фаворитом в борьбе за выход финал года из команд знатоков естественно у нас только одна команда пока ведет в счете поэтому пока команда уруджива но будут еще игры да будут еще команд за столом будут но не знаю насколько удачно получится как вы расцениваете шансы команды фарида рзаева хорошо скажите я вот рассчитывала на 61 пользу телезрителей но сейчас уж смотрю может может они будут не но пока не всего одну очко набрали надо быть оптимистом госпожа мавлиярова интересы знатоков защищает наш старейшина анарк азиев добрый вечер она у нас главный прогнозист в клубе вы команду фарида рзаева видите в финале года или нет сложно сказать давайте в команду фарида я верю держите молодую команду господин газе я верю что они сегодня будет их лучшая игра посмотрим второй раунд дорогие телезрители в конце прошлого года в последней отборочной игре при счете 5-4 команда фарида рзаева осталась за игровым столом коварный капитан команды телезрители мужу десь манзады объявил цейт нот и фарид решил играть раунд без гюльдана и даят ли которая придумала правильный ответ тарит вы были в одном шаге от участия в финале юбилейного сезона в одном если хотите лепестки ромашки помните тот вопрос фарит помню господин ведущий как же его забыть да как пережили эту маленькую трагедию ну на самом деле просто поняли что уже что случилось то случилось надо просто продолжать вкладываться в игру и надеюсь она за обязательно воздаст вы считаете что в том эпизоде виноватым были не вы а муршу десь молза не я вам подсказываю просто как забыть о том эпизоде нет виноват был я весь команда проиграла проигрывает капитан хорошо против вас в этом раунде будет играть ирина гуляева госпожа и дай ответ в 1800 первом году состоялась свадьба иранского шаха тали с дочерью карабахского хана ибрагима агабеим ага агабаджи по традиции выходя замуж невеста могла выбрать любое платье из несметного гардероба шахского дворца внимание вопрос почему агабеим ага выбрала платье матери шаха время ну потому что подход к нему будет легче на почему она будет хотела чтобы ее дети были похожи на сигнал она хотела послать чтобы как-то он к ней как-то уважение показала в прадежье что они должны наследники к ней общо относился чтобы родить наследника чтобы тоже сын это не плохо то есть ее наследник будет такой же сильный как в тарице сын будет да и какой же окей а какой еще не дает прежде допустим они заходят она зайдет первая или какой-то цвет ее в никто не скрошь это как то побеждение призвать мать жива была еще тогда вот это хороший вопрос она была жива или не может на нее впечатление как-то произносится она ей дает у него могло быть такое же имя вряд ли у него могло вызвать грустные эмоции можете вызвать у него наоборот положите что еще как еще прямые у него или у нее может что еще может вызвать у него должна быть она есть кто отвечает господин ведущий я попробую ответить сам нам кажется что возможно супруга шаха очень хотела родить ему наследника именно мужского пола чтобы он потом унаследовал престол да соответственно и по этой причине так как естественно его мать уже родила ее будущего супруга шаха она надела это платье для того чтобы вот выказать такое свое желание и верила в то что благодаря этому она наверняка родит ему наследника именно наследник я вижу что знатокам в клубе не нравится ваша версия и джавид мамедов не согласен да и ровшана аскерову кажется она не понравилась понимание правильный ответ право на жизнь но у нас другая какая ну у нас есть версия что вы слишком дважды повторяли имя может быть ее также звали и еще может быть у нее было много детей и матери шаха и она хотела показать что она тоже как бы сам если да что нибудь много детей именно не просто наследника похожая версия похожая да но тут вот я пойду бы имеет право на жизнь господин уруджев какая версия у лидеров рейтинга у нас было две версии на самом деле одна просто банально понравится свекрови а вторая чтобы но сын же той женщины точно стал шахом и чтобы ее сын тоже точно стал шахом это практически то же самое только другими словами дело в том госпожа митривелли госпожа и дает ли что агабием ага агабаджи выдали замуж ради политической выгоды за нелюбимого человека она выбрала платье матери шаха чтобы оттянуть момент близости с нелюбимым мужчиной по легенде по легенде фатали шах так к ней никогда и не прикоснулся кажется роман аркадашвили придумал правильный ответ да роман роман вы придумали правильный ответ у меня была вот первая версия если вы помните мой ответ на блиц три недели назад вот у меня антиверсия вот это была что такое фрейдистская история комплекс электр чтобы вызвать и 1-1 думаю что ирина гуляева рада что сегодня за игровым столом нет романа аркадашвили ирина гуляева зарабатывает 100 монатов от нашего спонсора от капитал банка дорогие телезрители если вы хотите сыграть против знатоков нашего клуба присылайте ваши письма с интересными вопросами на адрес ас 1000 абонентский ящик номер 5 или на электронный адрес sualatgame tv.as вопросы также принимаются во всех филиалах капитал банка третий раунд господин из мал за д муршут почему вы не активны в этой серии вот команда вела со счетом 1-0 вы могли бы объявить цейт нот но вы промолчали дело в том что господин ведущий я думаю все таки несмотря на все разговоры команда надо заранее думать что команда слабая это очень такая опасная команда поэтому я жду если они выйдут вперед тогда объявить я же не говорю что команда слабая это так госпожа мавлиярова думает а я считаю что очень сильная команда да киев против знатоков играет андрей иванов юрист из киева фарит посмотрите на экран перед вами излюбленное место туристов балкон замка сант эльмо но достаточно подойти к перилам чтобы увидеть весь живописный неаполь внимание вопрос а кому рекомендуют господин рзаев пройтись вдоль всей длины перил балкона время смотри может слепым может там что-то написано допустим по Брайлю ребята отлично слепым людям читаешь и понимаешь какой вид очень круто очень круто потому что перил фотографам фото что там еще делают там фотографируются доль перил доль перил аудио аудио не могли поставить просто если там именно зрительно там должно быть не фейфт Брайля а там выпукуя модельчик а смотри нет ты проходишь кому слепым если спросят почему ему описывается давайте отойдем молодожены неапольтанской песни и так далее это неаполь что-то связано с Италией именно вид какой-нибудь кто отвечает что-то один-один господин ведущий очень интересную версию придумала гюльдана будем надеяться что это правильный ответ гюль ответит господин ведущий вы спросили кому советует пройтись вдоль перил мы считаем что людям с ограниченным зрением или полностью слепым потому что встав перил в одном месте они не смогут созерцать всю красоту неаполя и им нужно пройтись вдоль перил и возможно там для них в удобной для них форме описывается вся красота неаполя это может быть либо брайль либо специальная то есть то есть возможно там специальная фактура описывающая красоту именно с данного места кому слепым внимание правильный ответ гюльдана посмотрите на экран да специально для незрячих людей на протяжении всей длины перил шрифтом брайля подробно описан живописный вид на неаполь с этого балкона браво гюльдана 2-1 госпожа мавлиярова вы надеялись что будет 1-6 да но пока все идет не так как вы этого хотите но вот как раз самое время объявлять сайт нот давайте сначала паузу в этой паузе рекламной объясните муршуду что надо будет сделать сразу после того как я объявлю следующий четвертый раунд договорились рекламная пауза и 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 еще 21 в пользу команды знатоков и мы начинаем четвертый раунд дорогие телезрители наши игры вы можете обсудить на страницах передачи в социальных сетях фейсбук и инстаграм запись игр доступна на странице в ютюбе информационным партнером что где когда является дэйас госпожа мавлиярова о чем я вас просил ну ну наконец-то муршуд я вас услышал муршуд успеете да 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 я цейт нот успел господи франции традиции ведь успел так успел успел итак правило цейт нота может что с вами нет я собирался объявить там просто количество волчок я боюсь что он попадет на близ поэтому немножко вот так но успел успел хорошо правило цейт нота вы знаете фарит если пожертвовать одним знатоком только не гюльдана я вас очень прошу у вас на обсуждение будет знаете да сколько 10 секунд если одним а если одним 20 еще одним 30 если вы один решите остаться за столом то фарита будете думать минуту что скажете господин ведущий сделаем ровно наоборот я встану а ребята поиграют без меня капитан гюльдана едает у команды 20 секунд на обсуждение фарит я прошу вас прошу вас заметить что я не просил вас покидать стол я просто попросил не убирать гюльдану на раунд гюльдана готовы да итак преподаватель алексей кудрявцев против команды в этом раунде против команды который руководит гюльдана едает ли герой произведения надеи ясминска маленький мальчик полагает что это зависит от того когда аист принес ребенка в ясную или хмурую погоду или от того где нашли ребенка в капусте или в кроличьей норе внимание вопрос о чем так рассуждает маленький мальчик так тишина 20 секунд и стекли кто отвечает гюльдан отвечает марк гаузер да господин гаузер предположим что по мнению маленького мальчика от этого зависит цвет глаз ребенка объясните ну тут например вот если нашли там в капусте то допустим цвет глаз зеленый если в ясную погоду ну небо там сине и голубое наверное глаза голубые ну и так далее там кроличья нора это там черное наверное ну вот как то так господин гаузер я пытаюсь определить вас нашли в кроличьей норе или что получается ну неважно 3-1 да все работает а парит я плохого не посоветую внимание финал этого сезона состоится в пятницу 13 января 2023 года в случае победы знатоков один из них будет награжден орденом совы изготовленным лучшими ювелирами французской компании артюз бертран если финале года победят телезрители то автор лучшего вопроса получит денежный приз от капитал банка от нашего спонсора в размере двух тысяч двадцати двух монатов пятый раунд господин мамедов мне сообщили что у вас недавно родилась дочь я вас поздравляю пусть растет здоровый и счастливый спасибо большое как ее назвать? Лейла а какой у нее цвет глаз? пока сложно определить цвет глаз очень часто меняется у детей ну хорошо пока кари кари я надеюсь она тоже вырастет знатоком посмотрим да ну вы постарайтесь мы говорили во время одной из предыдущих игр что девушку на клубе мало так что вот пока мы разговариваем вы дело делаете молодец покажите мне кто играет значит играть будет против знатоков врач Галина Грещенкова город Черновцы господин мамедов художник Норман Роквелл изображал сценки из реальной жизни простых американцев посмотрите на экран перед вами работа написанная в 1959 году внимание вопрос кого художник изобразил на этой картине время то есть это кто то с ним да вот это ваше мужчины зеленые смесняют женщине про это кого вы обещаете ребят что там вообще там уже пахнут на бумагу на полу а почему мужчины там стол как будто иговой там стол как будто иговой это казино да может они правил игры объясняют а крупье что это норман а женщины крупье из жизни американцев простых не богатых американцев обычных просто американцев то есть казино не очень просто супругов типа все проблемы решает жена а почему это может редактура какая-то может это газета какая-то а газета их 11 мужчин и одна женщина 11 мужчин присяжные присяжные они доказывают кого присяжные уговаривают она глава присяжных или она просто не согласна я понял если нормально посчитать надо было да господин ведущий мы считаем что изобразили изобразили присяжных присяжных да присяжных внимание правильный ответ на картине фарид разгневанные мужчины пытаются в чем-то убедить единственную девушку но она непреклонный и не собирается менять своего мнения так норман роквелл изобразил присяжных которые должны вынести единогласное решение считается что на написание этой картины роквелла вдохновил просмотр фильма сидни люмета двенадцать разгневанных мужчин 4-1 в пользу знатоков госпожа павлиярова как настроение говорю пора объявлять второй цейт нот ну во первых хранитель традиции еще не дал свое согласие да и муршут вы видите как в этой серии объявляет цейт нот большой неохотой я бы сказал я предлагаю давайте спросим у хранителя традиции господин хранитель традиции господин ведущий игра идет настолько хорошо у знатоков что мы никак не можем сорвать эту игру поэтому никаких больше цейт нотов шестой раунд а надо не упускать на самом деле мне послышалось что версию присяжные предложил сеймура гаев господин ага так я уже и не помню господин ведущий но по моему это был рауф нет это был фарит фарит сказал на картине 11 мужчин и одна девушка а вы сказали присяжных ну или рауф не важно на самом деле главное что команда не упустила свой шанс ответить на этот вопрос Санкт-Петербург еще один вопрос оставшийся с прошлой игры против знатоков играет Андрей Переварюха научный сотрудник господин амедов посмотрите на экран перед вами Катарина Кампадоника из Генуи она родилась в бедной семье зарабатывала на жизнь торгуя на рынке выпечкой и орехами рауф посмотрите у нее в руках не жемчуг а нить из орехов фундука и кренделя своим честным трудом Катарина Кампадоника к концу жизни смогла накопить небольшой капитал и снискать уважение в обществе когда находясь уже в преклонном возрасте Катарина Кампадоника заболела ей стало известно что родственники положили глаз на ее наследство и с нетерпением ждут ее смерти внимание вопрос господин Гаузер как она их наказала вверх все деньги все деньги все деньги все хорошо что нибудь еще ребята можно пожертвовать деньги обратите внимание на детали надпись пожертвовала куда-то эти деньги но она оказала вот эта вся история она там пожертвовала нас лишила их наследства ребята а нитки там спирт стоит на картину больше смотрите а что стоит на постаменте красные, белые это важно? что это справа? цветы красные красные антисептик стоит или спирт что это в емкости стоит это просто когда сфоткал кто-то там просто так получилось хорошо господин ведущий мы готовы отвечать отвечает Марк Гаузер да, Марк ну мы полагаем что чтобы деньги не достались аучным родственникам вот эта дама заказала свою скульптуру которую мы видим на экране на все деньги да на все свое состояние ну да или пожертвовала может быть часть церкви например Марк тишина ваш ответ Марк ваш ответ на эти деньги она заказала эту статую а что насчет пожертвований? ну это уже это я уже не знаю я знаю что она заказала статую 5-1 да 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 ну почти 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 уже был близок к тому чтобы рассказать больше чем надо Марк Гаузер но к сожалению Фарид его остановил 5-1 рекламная пауза ура ура а ура 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 Счет 5-1 в пользу команды знатоков. И мы начинаем седьмой раунд. Господин Норуджев, еще один правильный ответ. И команда Парида Рзаева. Что? Займет первое место в рейтинге клуба, сместит вас с первой позиции. Волнуетесь, Джалал? Нет. А вот Фарид волнуется, я вижу. Давайте посмотрим, что у нас на игровом столе. Какой вопрос выберет Волчок. Да. Видите, Волчок сам решает, что выбирать. Брест. Давайте, ребята, давайте. Не Солигорск, а Брест. Джалал, кстати, этот вопрос был на игровом столе, когда играла ваша команда. Господа, наш телезритель признается, что сам не сумел разгадать эту филиппинскую загадку. Я признаюсь тоже. Попробуйте, господин Гаузер, отгадать ее вы. Двое мужчин могут. Женщина и мужчина могут. Две женщины не могут. Молчать, промолчать, не разговаривать, не разговаривать, не разговаривать. Зачем конкретно это было? Не спорить. Ты должен промолчать. Зачем нам преамбулу дали, ребят? Это не важно, это не слова. Зачем преамбулу дали нам? Преамбулу мы, к сожалению, не сумел разгадать. По одному тоже нельзя делать. Я тоже. Надо что-то распутать, что-то сделать. Ответи на вопрос. Для чего тебе нужно двое, два человека обязательно? Не обязательно два человека. Женщины, женщины тоже не могут. Там какая-то зависть возникает. Скорее всего, стереотипы, связанные с женщиной. Да, стереотипы какие-то, что-то стереотипное. То есть помолчать, да, сохранить тайну. Дружище. Сказать друг другу. Двое мужчин могут. Он еще признается, что он не смог. Они смогли разгадать, да, сохранить тайну. Абсолютная тишина. Тишина за столом. Тишина в зале. Кто отвечает? На этот вопрос попробует ответить свою версию Сеймур Агаев. Сеймур, о чем эта загадка? О том, что двое мужчин могут сохранить тайну. Женщины и мужчины могут сохранить тайну. Две женщины не могут сохранить тайну. Внимание, правильный ответ. Господин Оруджев. Да, господин ведущий. Нет, давайте я скажу, а потом спрошу. Но вы честно признаетесь, если ответили. Знаете, что интересно, что на первой же секунде Гюльдана говорит в чем-то признаться, что-то рассказать, тайну рассказать, в чем-то признаться. И я, и телезритель признались, что не смогли разгадать эту загадку. 80% населения Филиппин – это христиане-католики. В вопросе речь шла о Таинстве Исповеди. 5-2. Сутья по выражению лица Джалала, его команда тоже не придумала правильный ответ. 5-2. Василий Станчук из Бреста заработал 200 монатов от «Капиталбанка» и помог команде Джалала Оруджева. Восьмой раунд. Видите, как, господин Кази, Волчок решает, какие вопросы, когда выбирать. Да, я думал, будет в Солигорске, я думал, будет. Честно говоря. Да, а вот если бы этот вопрос... И 6-1. И 6-1. А вот если бы этот вопрос был выбран Волчком, когда играла команда Джалала, они бы так легко не выиграли. Как и последний вопрос предыдущей игры, вопрос о Розентале. А команда Джалала может ответила? Нет, они признали, что не ответили. Солигорск. А вот теперь Солигорск. А теперь Солигорск. Инженер Андрей Шелек. Против команды Фарида Рзаева в восьмом раунде. Фарид. Да, господин Игорь. В 1972 году состоялись 20-е летние Олимпийские игры в Мюнхене. В составе советской спортивной команды на свою очередную Олимпиаду приехал и борец Александр Медведь, на тот момент двукратный олимпийский чемпион. Но за день до старта олимпийского турнира по вольной борьбе участие в нем прославленного спортсмена оказалось под вопросом. Внимание, вопрос. В чем была причина? Что Александр Медведь делал за день до турнира? Время. Перевес? Перевес, да. У них же весовые категории. Хорошо, а что он делал? Свешивался? Свешивался, может быть. Не, ну их... Мало быть, сомнение, что Мюнхен не был. Да, Мюнхен тоже первый вопрос. А, он на октябрь фестиваль. Нет, летом бывает. Нет, летом, летом, летом. Летом бывает, ребята, что? Летом, что делал? Хорошо, за что его еще не могут пустить? Берлин. Что он делал? Он, значит, что-то необычайно сделал, правильно? Он не знал, что он сделает, его не пустит. Это что-то, значит, характерное для них. Что-то известное, Ленчинское, например, что-то такое, пиво, 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 пиво. Сосиски, ребят, значит, это что-то, чего не пиво советует. То есть, он не знал, что случилось? За несколько дней. Может, за день, за день. За день, буквально за день. То есть, сто процентов это что-то со взвешиванием. Или что еще может помешать? Может, дисквалификация какая-то случилась, с кем-то подрался, сломал что-то себе. На очередную, вот он приехал. А за счет чего? Просто надо понять, почему взвешивание, что он сделал, что он... Как он мог за день день набрать вес? Съел? Что-то съел, да? Ребят, это неинтересно, что съел? Что еще, ребят? Под вопрос. Под вопрос. 20-й день. Итак, тишина за столом. 5-2. Фарид, кто отвечает? Расслабились. Расслабились, Фарид. Кто отвечает? Господин ведущий, вы можете, пожалуйста, повторить вопрос для Рауфа Гасанова? Господин Гасанов, в 1972 году состоялись 20-летние Олимпийские игры в Мюнхене. В составе советской спортивной команды на свою очередную Олимпиаду приехал борец Александр Медведь. На тот момент двукратный олимпийский чемпион. Но за день до старта олимпийского турнира по вольной борьбе участие в нем прославленного спортсмена оказалось под вопросом. В чем была причина? Тишина, господин Рзаев, я все слышал. И что он делал за день до начала турнира по вольной борьбе? До начала турнира, за день. Предположим, что он участвовал в эстафете передачи огня, так как он прославленный спортсмен. Наверное, этому спортсмену скорее доверят. А, окей. Не огонь, наверное, а нести знамя. Ну, типа флаг СССР. И, возможно, он получил как-то травму. Так, факел или флаг? Факел или флаг? Факел, окей. Внимание, правильный ответ. Я не знаю. Господин Мусаев, господин Гроссмейстер, господин Талыбов, у вас какая версия? Ну, мне кажется, он неправильно выбрал просто сейчас. За день до олимпийского турнира по вольной борьбе прославленный спортсмен, я сказал прославленный спортсмен, уже двукратный олимпийский чемпион. На тот момент уже двукратный чемпион, я сказал. Александр Медведь нес флаг Советского Союза на открытие Олимпиады. По традиции, он нес флаг одной рукой. Из-за сильного ветра стер в кровь руку. Но все же он смог восстановиться. Не знаю, сможете ли вы, господин Рзаев, и завоевать свое третье олимпийское золото. 5-3. Игра таких ошибок не прощает господин Мамедов, господин Гасанов. Еще один, видите, несложный вопрос с игры Таира Мусая. Андрей Шелик из Солигорска зарабатывает третье очко в копилку команды телезрителей и становится богаче на 300 монатов благодаря «Капиталбанку». Девятый раунд. Фарид, а вы знаете, кто был нашим знаменосцем на последней летней Олимпиаде? К своему стойду нет. А вы, господин Гасанов? Я факел носу, только запоминаю походу. Нет, не знаю. У нас было два знаменосца. Дзюдоист Рустам Уруджев и тайквондистка Фарида Азизова. Кстати, в этом году исполнилось 30 лет со дня основания национального олимпийского комитета. Азербайджана. И, пользуясь случаем, поздравляем наших спортсменов. Блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Для победы в раунде знатокам нужно ответить на три вопроса подряд. Готовы? Да. Первый вопрос Блица. Господа, телезритель Анвар Тавобов из Москвы интересуется, автором чего, как считают французы, впервые стал Карл Орлеанский 14 февраля 1416 года. Время. Валентинка. 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 Еще символа сердца, допустим, что его рисовали. Что еще нам известно про него? Это тот, который король, кажется, при приеме. Наверное, ты знаешь, интересно. Автор первой Валентинки. Господин ведущий. Мы полагаем, что он, так как в вопросе дана дата 14 февраля, очень хочется надеяться, что он стал автором первой Валентинки. Продолжаем, Блиц! Господин Агаев, а вы отмечаете День Святого Валентина? Нет, господин ведущий. Не отмечаете? Почему? Не признаете этот день? Наверное, скорее не признаю, да. А, в этом дело. Итак, Сеймур, в отличие от западной традиции, 14 февраля в Южной Корее подарки от своих половинок получают исключительно мужчины. Телезритель Анвар Тавобов из Москвы интересуется, какая традиция соблюдается в Южной Корее 14 марта на белый день, и кто отмечает 14 апреля, так называемый «Черный день». 20 секунд. Нет, в первом случае пары, а потом оделокие люди, может быть? Какой белый, какой черный? Вот белый то, что, например, пары. Смотри, нам сказали, что 14 февраля только мужчина получает. А зачем это? Да, если бы 14 марта только 14, то женщина, а вот что черный. Может, в смысле, не замужняя, замужняя? Женщина? Я бы сейчас там чёрный. Итак, тишина. Кто отвечает? Давайте попробует Сеймур Агаев. Господин Агаев? Окей, предположим тогда, что в один из этих дней подарки получают ещё не замужние девушки, а в другой день уже замужние дамы от своих мужей. Внимание, правильный ответ. Итак, я сказал, что 14 февраля в Южной Корее подарки от своих половинок получают исключительно мужчин. На белый день 14 марта получают девушки от тех, кому подарили валентинку или подарок 14 февраля. А 14 апреля, чёрный день, отмечают, ну, скажем, одинокие, одинокие сердца. Вот вы не отмечаете, господин Агаев. Ваш день, значит, 14 апреля. 5-4. Сеймур, я помню, когда в клубе появилась ваша команда, мне редакторы говорили, что вы один из самых эрудированных знатоков клуба, что вы затмите со временем Анара Гулиева, Июми Тревелли, Руфата Абдуллу. Видимо, господин ведущий, на корейские праздники моя эрудиция не распространяется. Хорошо, скажите, что вам мешает реализовать весь ваш потенциал? Екатеринбург. Я не знаю, не могу дать, господин ведущий. Не знаете. Против знатоков в этом раунде будет играть пенсионерка Галина Андронова. Да, интересная ситуация. Команда была близка к тому, чтобы победить 6-1, а сейчас счет уже 5-4. Цитата из письма известной шведской писательницы Сельмы Лагерлев. Послушайте. Что в этот миг поняла Сельма Лагерлев? Время. Ребенок будет. Ребенок мамой стало, да? То есть беременна стала или родила? Нет, это очень похоже. Нобелевская книга, она получала. Нет, надо еще окончание войны. Ну, насколько это может быть? А рождение... Не, а может, она просто дописала книгу? Просто узнала. Смотрите, то есть она... Не, узнала, что она написала, она не будет... Да, она не знала, что время, она может узнать, что она... Не, узнать, что она родила, не может узнать, что беременна, еще не появилась женщина. Почему Нобелевская, наверное, лучше, да? Почему все счастье мира, что ты одинок? Еще она поняла, поняла. Поняла, 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 что она еще может так резко понять, и вот у нее все чувства, диаметрально противоположные становятся. Как вывести конец сюжета в книге, например? Слепой прозрел, нищий, разблокотел. До этого она не молчила совершить книгу, спереку поняла, книгу у нее осталось, вдохновение пришло. Вышло вдохновение, может быть, что еще? Сформировали, да? Давай. Господин ведущий. Да, кто отвечает? Я сам буду отвечать свою версию. Мне кажется, что она поняла, что ждет ребенка, что она беременна. Даже не буду спрашивать, как поняла. Фарид, внимание, правильный ответ. Нет, ну, если бы, в данном случае, наверное, мы сказали бы, что она узнала, да? А тут она что-то поняла. Господин Аскеров, у вас какая версия? Я еще не буду говорить. Писательница. Сельма Лагерлев. Так описала тот незабываемый миг, да, послушайте еще раз, представь себе, что ты слеп и нежданно прозрел, что ты был нищ и быстро разбогател, что ты был отвержен и лишен друзей и нечаянно встретил большую горячую любовь. Представь себе сколь угодно большое счастье, и все равно больше того, чем я испытала в тот миг, пережить невозможно. Так Сельма Лагерлев описывала тот момент, когда поняла, что у нее получается писать стихи. 5-5. Она открыла в себе способность писать стихи. Галина Андронова стала богаче на 500 монатов благодаря Капитал-банку. 11-й раунд. Еще минут 20 назад нельзя было себе представить, что игра так сложится, что счет будет 5-5. Господин Аскеров, вы все поддакивали, поддакивали. Какая у вас версия была? И в конце так приятно было увидеть ваше удивленное выражение лица. Я думал, что все-таки речь связана с Нобелевской премией, потому что не было друзей, появились друзья. Поняла. Ясно, что это не ребенок. Но опять же поняла. Она узнала бы просто, да, не поняла. Потому что не ребенок, но у меня было понятно. Итак, абсолютно тишина. Очень важный момент. Минск. Если команда Фарида Рзаева выиграет у Юлии Шибека, то команда сегодня не потеряет кредиты. Наоборот, они будут вторыми в рейтинге клуба и смогут спокойно готовиться к следующим играм. Если проиграют, то, увы, у команды останется только 4 кредита. Госпожа Идаятли, вы любите собирать пазлы? Да. До недавнего времени я часто это делала, но сейчас последние полтора года нет. Гюльдана, скоро поступят в продажу новые пазлы с изображением Южной Касатки, Ленивца, Суматранского Тигра и Большой Панды. Пазлы с изображением Южной Касатки и Трехпалого Ленивца самые простые. Из пазла посложнее собирается Суматранский Тигр, а из самого сложного из задуманных – Большая Панда. Собрав пазлы, можно понять, как выглядят эти животные. Внимание, вопрос! А что еще можно узнать благодаря этим пазлам? И почему? Время! Сколько их осталось? Почему? Потому что они на грани ищут две детали. Я понял. То есть, да, сколько из мира осталось, столько их деталей пазлы. Может быть такое, что сложность собирания, она… Сколько деталей, столько осталось? Окей, а чем сложнее, может быть, чем сложнее, тем меньше их осталось? Нет, нет. Как еще? Что еще может быть? Старайтесь не останавливаться, да? Это понятно. Самые легкие, вот это театру, в принципе, много. Касатры и так далее. Больше, а тех меньше, да. Какие еще критерии могут быть? Да, чем меньше, чем меньше, чем меньше осталось. Деталь равна. Да, пусть Рауф. Да, детали, детали. Количество деталей-то есть тоже, да, по сути. Еще что может быть, да, кроме вот этого? Ну да, их легко, да. Еще что-нибудь может придумаем. Что еще? Серьезно. Я ничего не говорю, просто отвечаю. Господин ведущий, мы готовы отвечать. Обсуждение уже дальше не идет. Ответит Рауф Гасанов. Да, господин Гасанов. Господин ведущий, мы считаем, что количество деталей в этих пазлах… равно количеству особей оставшихся. И поэтому можно выяснить, кого осталось совсем мало, а кого чуть больше и сколько. По количеству деталей. Это задумка Всемирного фонда Дикой природы. 6-5 спорта знатоков! Победа знатоков в пятой отборочной игре осенней серии 2022 года. Вот имена победивших знатоков. Эмбер Мамедов. Марк Гаузер. Рауф Гасанов сегодня играл очень хорошо. Сеймур Агайев. Гюльдана Идаятли. Мне кажется, Гюльдана сегодня ответила на самый красивый вопрос игры. И капитан команды Фарид Рзаев. Победив в сегодняшней игре, команда Фарида Рзаева перемещается на вторую позицию в рейтинге клуба и сохраняет свои 10 кредитов. Лучшего знатока назовет наша старейшина Анар Казьев. Анар? Я... Вся команда хорошо играла. Анар, знаете, это вот тот самый интересный случай, что несмотря на победу, команда не может испытать, скажем, полного удовлетворения. Вот я поэтому хочу сказать, не насколько Рау Гасанов ответил последний вопрос, насколько он мог вытащить команду на счете 6-2 и победить. Но не получилось. Я думаю, все-таки он заслужил. Он лучший знаток в этой игре. Рау, поздравляю вас. Вы награждаетесь книгой «Народные сказки Азербайджана». Поздравляю вас еще раз. Фарид, ну скажите пару слов перед тем, как мы перейдем к Таргану. Вы довольны результатом? Господи ведущий, я результатом, к сожалению, недоволен, но как бы вы совершенно правильно заметили, что игра ошибок не прощает. Когда она дает такой шанс, надо им пользоваться. Будем над этим работать. Авторы лучшего вопроса объявят нам госпожа Мавлиярова. Генуэль Хановна, поздравляю вас. С чем? С тем, что не 6-1 в пользу знатоков. Ну, хотя бы 6-5, это уже неплохо. Да, конечно, ну в общем. Ну, какой из вопросов вам понравился больше другим? Вопрос Василия Станчука с филиппинской загадкой, наверное. Вопрос об исповеди, да? Хороший был вопрос. Итого господин Станчук заработал сегодня 400 монатов от Капиталбанка. 200 плюс 200. 200 за лучший вопрос. Господин Станчук, вы также награждаетесь сертификатом на интерактивную экскурсию по историко-этнографическому заповеднику Гала от управления Чари Чахар. Ждем вас в Баку. Ну, а теперь, друзья, мы узнаем, какая из команд клуба сыграет против телезрителей в следующую пятницу. Согласно правилам, торги начинает команда Таира Мусаева, так как у этой команды меньше всего кредитов. Господин Мусаев, что скажете? Бабанг. Два. Господин Оруджев. Я уступлю Таира. Пас. Мне покажите кредитный рейтинг. Господин Рзаев. Пять. Пять. Господин Ализаде. Шесть. Шесть. Так, у Ровшана и Нармин спрашивать не буду. У Таира тоже. Господин Рзаев. У нас нужно, можно объединяться. Господин Рзаев. Господин ведущий, с удовольствием посмотрю, как сыграет команда Мамеда Ализаде. Вы уступаете Мамеду. Уступаю. Итак, друзья, ровно через неделю против команды телезрителей наконец-таки сыграет команда Мамеда Ализаде. Мамед, готовьтесь. Господин Рзаев, спасибо вам за игру. Эта игра окончена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова